Дорогие братья и сестры, дорогие батюшки, сестры милосердия, дорогие сестры, которые пользуются теплом и любовью всех здесь трудящихся, всех вас хочется поздравить с сегодняшним днем, напомнить, что батюшка преподобная Серафим Саровский говорил про счастье, о том, что счастье и настоящая цель жизни человека, и тем более христианина, это собирать, как пчелка собирает мед, в этом ее смысл, ее пчелиной жизни. Если собирает пчелка, если не собирает, зачем живет? Для человека таким смыслом является собиранием благодати Духом Святаго. И батюшка преподобный Серафим говорил, как вышедший из среды купцов, купеческой среды, то есть из среды торговцев, он говорил о том, что в этом деле духовном, в духовной жизни надо как в торговле смотреть, что тебе больше приносит прибыли, тем и торговать. Если семочки приносит мало, а нефть много, значит надо торговать нефтью. А если у тебя есть возможность торговать нефтью, а ты идешь на рынок семочками, то это неправильно, мало заработаешь. И в духовной жизни надо искать того дела, которое приносит тебе больше благодати Святого Духа. Для каждого человека это индивидуальная мера, индивидуальный товар, то дело, которое будет приносить человеку благодать Духа Святаго. Есть люди, для которых эта благодать открывается в чтении Евангелия и Священного Писания. Такие люди читают, размышляют, Господь открывает смысл, а они толкуют. Есть люди, которые эту благодать обрели тогда, когда не согласились отречься от Христа. Сегодня такие мученики Ювентин и Максим, воины, казалось бы, ни монахи, ни сестры Милосердия, воины. Вот как сейчас воины на специальной военной операции. И жили во времена, когда главнокомандующим римским воинством был язычник, а они христиане. Между собой они обсуждали, вот как трудно бывать быть христианином под начальством язычника. Другие услышали и, как это, сдали, настучали. Соответственно, пришли обученные люди и забрали их, и выяснив, что они христиане, действительно, принуждали их отречься от Христа, они отказались, и их посадили в тюрьму. И вот, находясь в тюрьме, к ним посылали таких переговорщиков, которые предлагали им сохранить жизнь, избавиться от мучений, сохранить жизнь. Как? Говорят, послушайте, делов-то всего-навсего, но что вам этот Христос? Ну, вы скажите, что вы не христиане, что вы нормальные язычники, как и все люди. Посмотрите, вот, между прочим, до вас здесь сидело много таких, как вы. И все нормально, они сказали, что они не христиане, и он уже в покойной, сильной свободе, своими друзьями едят, пьют и службу несут. Давайте, ребята, бодренько встали, пошли. И вот здесь эти мученики, не то, что они, знаете, какие-то люди, которые хотят себе плохого, которые хотят себе боли. Кто хочет себе боли, кто хочет себе мучений? Нет таких людей. Что произошло? Они вот здесь ощутили, что если они останутся верными Христу, близкими Христу, честными по отношению к Нему, то та радость, та благодать, которую они обретут от Христа, она несравнима больше, чем та вот радость общения с друзьями, с товарищами, которые они получат в войсках. Поэтому они говорят, до нас многие отреклись, до нас многие отказались, так для нас это особая честь и радость, раз другие отказались, хотя бы нам, сохранить верность Христу. И они пошли, исповедовали себя христианами, подписав себе смертный приговор, при терпении мучений были убиты. Но в этом они, как хорошие купцы, взяли огромный, ну, как говорят, взяли куш. Да нет, они обрели вот эту награду, плод Духа Святаго. Святая Елизавета, преподобная мученица, сегодня сугубо вспоминаем, потому что день памяти родителей Иоанна Крестителя сегодня, день кончины святого пророка Захарии, вспоминаем святую Елизавету, его супругу, которая через 40 дней после его кончины сегодня, через 40 дней она ко Господу отошла, оставив одного своего полугодовалого сына Иоанна в руки Божьей предав. Вот преподобная мученица Елизавета, человек, у которой жизнь сложилась, родилась в богатой семье, в знатной семье, все земное у твоих ног. Но она чувствует, что вот это земное, все, что есть, видит, понимает своей большой, очень чуткой душой, что это все, оно слишком мало для души человеческой, не по размерчику. Ты как ребенку, как взрослому человеку пытаться одеться в свои младенческие одежки, в какие-то ползунки, в памперсы. Ну, это будет смешно и несуразно. И вот она видит, что все то, что у нее есть, и в ее семье, и даже в семье, когда она вышла замуж за Сергея Александровича Романова, оно, вот все это земное, все эти балы, все эти приемы высокие, честь, которые оказывают, настолько мало, чтобы попытаться одеть в это свою душу бессмертную. И она ищет, а что я могу сделать, что я могу сделать, в чем я могу почерпнуть вот эту благодать Духа Святаго, чтобы насытить, наполнить мою душу, чтобы это было соразмерно душе. И первое, что она делает, она обращается сердцем ко Христу, просит его вразумить. Господь ей полагает на сердце принять веру православную, а затем и до того, как Господь забрал ее супругу, а уж после того, как в 1905 году от рук террориста погиб Сергей Александрович, она целиком себя посвящает делу, которое дает много благодати. Она идет к нищим, она идет в районы Москвы, где живут люди второго сорта, люди, которые никому не нужны, брошенные, женщины, дети, а она идет, чтобы от них почерпнуть благодать, потому что она, знаете, повторяет подвиг Христа. Христос пришел, Бог пришел к людям, вот к нам, которые в своих похотях, в своих подлости, в своих грехах находятся. Господь пришел, чтобы спасти, дал, показывал пример. И она идет по этому примеру к людям, которые немощные, несчастные, безродные, нищие, больные. И в этом она обретает благодать Святаго Духа. Она же шла не для того, чтобы понюхать запах, чем пахнет человек, который не мылся там три месяца, или у которого тело гниет. Не за этим. Она в этом обретает огромную благодать Духа Святаго. Сегодня 15 лет. С тех пор, как здесь, на этом месте, свершается подобная купля, купля, но не земная, а купля, приобретение людьми, вами, приобретение щедрых даров Духа Святаго. Служение милосердия, которое вы, по примеру, преподобного мученица Елизаветы подъяли, это служение, в котором можно обрести благодать Духа Святаго. Когда заботишься, посвящаешь свое время и силы человеку, которому никто, кроме тебя, на этой земле помочь не может. Вот в этом служении невероятное утешение. Не от психологии, не от самовнушения, а от самого Бога. Даже те люди, которые, может быть, не омывают раны, или не переодевают, не перебывают, а люди, которые чуть дальше находятся, к титру благотворителя всей обители, рабожий Игорь с Татьяной, и руководители, и сотрудники фонда Святой Великомученицы Екатерины. Ведь это самое они ощущают и переживают, то, что можно разными делами заниматься, но когда прикасаешься вот этому служению Христову, то благодать Духа Святаго к тебе приходит. Она согревает твое сердце. Ты понимаешь вкус жизни, смысл жизни, все то, что недоступно для масс-медиа, для больших бизнесов, и для всего того, что, для корпораций, всего того, что есть и, как казалось бы, просветает на земле. Здесь сокровище ваше вы нашли, и большая радость к этому сокровищу, к вашему служению сегодня прикоснуться. Большая радость, что у вас впереди умножение благодати, переезд, приятные хлопоты, переезд в новое здание, переезд в новый храм, храм, который на себе будет нести и наследие преподобной мученицы Елизаветы, и новое имя обретает храм Владимира Елизаветинский, храм в честь равнопостного князя Владимира и преподобной мученицы Елизаветы, родственников, между прочим, все это впереди умножение площадей, умножение ресурсов. И очень хочется пожелать, чтобы во всем этом, вот каждый человек, который либо прямо, либо косвенно будет иметь отношение к вашему служению, чтобы обретал, чтобы умножалась благодать даров Святого Животворящего Духа. Я хочу себе и вам пожелать приобщения к этой благодати и умножения, чтобы одежка, дело было соразмерно, сообразно, бессмертной, Богом сотворенной душе, которой каждому свою душу надо из нас спасти, ввести в жизнь, напитать Духом Святым и ввести в жизнь вечно. Субтитры создавал DimaTorzok